Вот в этой картиночке такая хитрость. Обычно мы с фона начинаем, да? Здесь мы пишем небо постепенно на первый план. Но здесь небо очень мало. Соответственно, если мы все закрасим белым, а потом начнем зеленить поверх, будет борьба против белизны, понимаешь, да? Значит, нам проще что сделать? Все выкрасить зеленым, а потом оботкнуть туда небо. Мы от простого сейчас пойдем. Не от дальнего к ближнему, а от простого, от преобладающего к менее значениям. Можешь как сделать? Сначала перечислить все светлости. Там насыщенный желтый имеется вот здесь. Вот его сразу поразбросать. Везде, где увидишь, навести. Причем хорошо какое-то пока одно направление, то есть вертикальное. Дальше в этот желтый придет голубая, получится зеленый. И им перечислишь чуть светлее. И уже голубую, с желтым и коричневым вот эти темности пойдут. Понимаешь? Но там, где большие белые пятна, туда не лезет. Ты их имей в виду? У нас, в принципе, холстик беленький, да? Нет, но слишком не цени их. Мы их потом лучше мастихином перекроем. Будет им краска, мастихином туда заведем. Главное, насыщенность цвета желтого. Потому что желтый очень сложно будет потом... ввести. Ввести в темно-зеленый. Понятно. Держи. Что-то я от этого вот наоборот растерялась немножко. Какого наоборот? Вот от того, что мы не оттуда, а вот отсюда. Ну, зато потом будет легко. Да? Берем голубенькую. Берем желтый. Можно немножечко розовенького туда. Для сложности. И наставляешь черноты. Уже? Уже. Особенно вот здесь хочется. Правда? Угу. Не спешишь их быстренько и много. Потихонечку. Ляпками. Ляпками, да. Рваными краями. Наводишь. Но не спеши сделать много. Лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть, и они придут в должную меру. И перемещайся сразу по всей картине. То есть в одном месте долго не засиживайся. Вот здесь пощупала, тут пощупала, там все. Ну, тут не посудим. Не сказано, нашли пути. Я нашлепала. Очень быстро так. Да, ты так не торопись. Ты что? А я медленно не могу. Ты, конечно, хочешь, в каком-то смысле, понтануться, наверное. Она хочет успеть с картиной уйти. Уйдет. Нет, я просто с ребенком боюсь, что сейчас раздастся. Мама! Нет, хорошо. Мы без проблем их перекрываем. Это ничего страшного. Единственное, что они у тебя как-то в целом покосились. То есть какой-то ветер произошел. Хорошо, но пока лучше вот на будущее, чтобы у тебя все как-то было упорядочено, висячи. Если нет выраженного ветра. То есть ты должна в голове держать эту мысль, что все висит тут. Так. Вот. Дальше ты берешь мастихинчик. Находишь по ширине место прирастания дерева. То есть если пополам поделить, оно где-то на четверти. У нас холстик немножко вытянут, там квадратный, да? Но все равно эти четверти мы тут можем найти. Значит, четверть здесь отметила царапкой. Здесь одна, наверное, пятая, да? Пятая. То есть мы понимаем, что дерево в таком случае кривое. И мастихинчиком, вот так, ребром, вынимаешь красочку. Прямо по всей ширине дерева. И одного, и второго. С такой силой, чтобы аж белый холст был виден. Не бойся, ты его не проткнешь никак. Тряпочку вытер. Старапнул, вытер. Вот колодец можно просто только начертить. То есть прежде чем с краской войти туда с ошибками, мы сначала вот так начертимся, будем уверенно, что мы пропадаем, и тогда уже эти царапки наполняем веществом краски. Поотмечаю, в том числе и уклон дорожки. Он немножко должен как бы перспективу передать, а за счет того, что линии вот так хотят в одну точку сойтись. Ну, хотя бы чуть-чуть, чтобы эта перспектива была. Это уже началось, и просто не потеряю. В том числе и какие-то заборчатости там появятся. Можешь немножко пальчиком сейчас поработать, если вдруг чего. Это безопасно. Обрати внимание, что колодец своей крышей пересекает центр высоты. Да, то есть за центром. Ну, вот такая задача. Не посильная. Посильная. Хорошо. Можешь еще потом вот так пальчиком небольшие количество краски раздать, чтобы рисунок уточнить. Ну, похоже. Берем теперь утрамаринчик с белилами. Это у нас белый в тени. Березочка. Это береза же, нет? Ну, да. Похоже, да? Мы сделаем березу. Розовый еще подмешал. Вот он. Видишь, как я немало краски для того, чтобы зеленый перекрыть. Я с ним сейчас не пытаюсь бороться, я его пытаюсь закрыть. Значит, мазок такой касательный, чтобы тот слой не подмешать. Вот смотри, обычный мазок. Чтобы краска легла. Видишь? Он как бы подмешивает. А мой мазочек, он кладется вот такой кисточкой, которая лежит холстом. И поверх не подмешивает. Деревца обозначишь этим цветиком. Пускай будет вот так тоже не однообразно. То сиреневее, то зеленее, то синее. Вот. Этот же цветик появится и в колодице. Этот же цветик немножко здесь. Этот же цветик чуть-чуть здесь. То есть, его надо везде. Где-то немножко добавить. А вот то, что вот эти вот большие белые пятна. Ничего. Это пока пусть, да? Конечно, конечно. Мы взяли еще утрамаринчик, помнишь? Сначала с хозом для вот этого. А он еще и там сидит. Видишь? Да. Им же можно девочку отметить. Его же можно подставить где-то под заборчик. То есть, вот везде найдет такие местечки, где бы его только обсуждать. За колодцем тоже есть. Разбеленный, конечно, но есть. Вот там. Потом берешь желтый с белилами, больше белил, даже белила желтым. И краешки подсвечиваешь вот так. Сухой-сухой краской. Для того, чтобы не подмешалось ничто в нее, она должна быть почти без разбавителя. Этой же красочкой подставишь. Везде, где только светлости. И тут, и тут, и тут. То есть, даешь понятие о тенях, даешь понятие об освещении. Не старайся. Не старайся на почечку. Сходить на нашу поляну хочешь, да? Да, да. Она такая объемная уже. Сюда лезет от цели. Еще не объемная, но скоро может случиться это. Если кто-то придет на нашу поляну. Побоялась тут или не успела? Побоялась. Зачем побоялась? Не надо бояться. Боюсь пройти точку невозврата. А где эта точка невозврата? Я не знаю где. Ты, может, знаешь? Ты же знаешь. Вот видишь, как я нашел эту полку? Там, где крестик. Ну, вообще-то она у меня там поцарапанная была. Ну, ты же пойми. Кто докажет? Вот все время мои заслуги все пытаются задавить. Что за жизнь? Не, молодец. Ты говоришь, кризис, кризис. Все у тебя хорошо. Отпускаешь? Тихо. Постараешься, светик, укладывать гуще, чем все остальное. И как можно меньше мазочков. Чтобы это с одного маха как-то удавалось. Чтобы не втирать, да? Да. Дорожечку вот тут тоже светиком обставишь. Немножко светло. Можно было темнее. Потемнее? Да. И однобратненько. Там все-таки какие-то еще коричневости мигают. А я думала, мы их будем добавлять. Ну, мы их добавим точно. А сейчас можно было просто это настроение сохранить. Дерево хочет книзу, шире становиться. Правда? Угу. Помню, что здесь вот есть такой светичек, который, в принципе, дает дереву приземление. Тенечка начинается там, где дерево заканчивается. Угу. Соответственно, вот тут продлишь ее. Угу. Допустили зеленый мишка. Ну, вот здесь ты как могла залезть голубой? Вот здесь, вот. Вот она на меня прыскала. Нет, это такого цвета не было. Я ничего не знаю. А я голубой тоже ничего не делала. Ну, отмоется, это отмывается. Это я к тебе подошла. У меня такого нету. Потом подмоетесь. Пойдемте. Смотри. Еще есть вот что. То есть, места, где плотно, где нет просвета, понаходить. И обязательно в палитре сохраняй желтый. У тебя он главный цветик. Ну, молодец, что по моим цветам сейчас пройтись. Вытереть кисти от синьки. Вот здесь продолжить. Причем даже и уходя почти в красноту. Там есть такой земляной цветик, да? Да, да, да. Да, да. Коричнево-красный, желтый. Здесь не заберешь. Я темно взял, ты посветишь. Угу. И предварительно под белило можешь что сделать? Вот где обширные кусочки светленькие, тряпочки просто вытереть. Угу. Это знаешь, как автострада. Ага. Вот вот и я. Хорошо наезжено. Вот ты у нас дороги должен строить. Да, да, да. Немножко какой-то такой небрежности нужно. Мазка здесь, в этой картинке, чтобы появилась вот эта деревенщина. Кантри-стиль. Ладно? Вот что значит, жизнь в брусчатке, да, Таня? Да. Вот. И еще, смотри, чего. Заезжает на дорогу травка. Ну, так в целом прикольно. Цветик попало, но он еще и однообразен. Тут хочется какой-то такой. Ты, наверное, думаешь для того, чтобы его подмешать, а надо случайно просто ингредиенты понять, какие нужно. И пускай немножко на случай понадеемся здесь. Не слишком старайся вот так. На безобразие. На безобразие, да. Понятно. Теперь берем с тобой тюбик белил. Чистую тряпочку. И вынимаем небо. А где тряпочки? А в рулоне где-то валяются. Перекрываю плотно. Не жалеешь краску. Прям чистыми белилами, да? Причем с такими рваными краями. Ты видишь, все хочет так разорваться характерно. Березы, они больше висят, поэтому я тебе еще раз скажу, чтобы ты не захотела вдруг их с ветром. Причем с такими рваными. Мастикином обширные участки, а не обширные, можно вернуться к кисточке. Вытереть ее хорошо. Как бы более точно нужно сработать. Мастикином обширные участки, а не обширные участки. А вот это же куст цветущий, правильно? Вот белый. Да. Или вишни тоже что-то такое. Там еще красненький с розовым в этом кусте. Можно увидеть. Желтенький еще надавишь. Надавишь? Надавишь, да? Угу. Надавишь. Там есть еще один. Угу. Ну да. Вот уже. Вот пока. Угу. И примерно так же, как и с белилами поступишь, но уже желтый. Тут мазок должен быть такой техничный. Видишь, он внятный. То есть не разомысоленный, а вот такой какой-то. Видно его. Мы акцент ставим на освещение. Дырочки, дырочки вот так. Угу. 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 Потом пустая кисточка. Вот еще такой технический есть хитрость. Да. Без краски. Она как бы немножечко мыски перетусовывает. Да. Нет, она без краски, но влажная при этом, да? Не, не. Сухая? Просто. За счет того, что ты работаешь с густотой небольшой, тебе есть возможность такая. Глазить. Да. Да. Либо там снова к темнотам вернемся. Немножко тоже. Угу. Игры вот этой световой не хватает, да, немножко? Да, да, да. Сразу солнышко появится. Я сейчас немножко перекрываю другим мазком, но потом я все равно вернусь вот этот травяной. Это черновая укладка такая. Вот у меня тоже вымазывается все. Нет, я наоборот закрываю, я не вписываю. Так ложится просто. Маленькие касания, там хочется каких-то кубиков. Тоже долго не засиживаю сейчас в одном месте, везде погулять хочу. Маленькие касания. Светленькая, но можно было еще. Вот так. Правда? Угу. Угу. Ой, колбасочка у тебя появилась классная такая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко уклон, конечно, там другой, ну и ладно. Не критично же, да? Ну да. Да. Да, да. Даже не то, что потом, а во время. То есть, в какой-то моментик мы тормозимся и приходит курицы. Их уже перекрывают листики. Где что-то не удалось, там как раз можно и бросать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Так что сиди тихо. Напряглась, да, такая? Да, ну прям я иду. Таня, я иду. Ну это вообще, Тань, ну как красиво. Не говори. Подружка. Ну с собой, муж пьяница. Стройно. Не говори, ну да. Это я лет назад до пятнадцати. Слушай, и вот как ты любишь домики, чтобы были. И все, все. Да, пскопщик. Вот мне еще вот то желтое пятно кажется неприличным. Вот это? Неприличное желтое пятно? Да. Непменяемое. А теперь? Ну вот полегче стало. Там верхушки стволов тоже можно зеленью припудрить. Да, да. Ага. Сюда и брюшу починился. Ты видишь, я как бы не просто белый, а еще туда сначала красноту, желтоту, чтобы оно там под низом где-то затеплилось. Обязательно дерево должно получить и туда за ворот при помощи рефлекса. То есть он будет не теплый, он не всегда теплый. Но высветленный. Новосветленный, да. А там срезы уже или? Да нет, там то ли вишня, то ли что-то. Там все-таки деревце такое какое-то пышное. Немножко вернемся к травке. Я кисточку постараюсь вот так разбить. чтобы она стала вот какой, видишь. Возьму светленькую травочку и туда. Главное, дешево и сердито. Вот так. Ну у тебя нет претензий на какой-то такой гласицизм. Импрессионизм или что-то еще. И претензий есть. У меня классицизма нету. Я имею ввиду картинку. Да, да, да. Можно позволить побаловаться как-то так. Это вот как раз веерные, наверное, хорошо кисточки. Да зачем тебе еще кисти? Я же эту, смотри, как приспособил. Знаешь, туалетной бумажкой можно рисовать так все. Какая веерная кисть. Веерная. Не поможет. Тенечка, видишь, синенькая. Ага, ага. А я ее не увидела. Вот. Сиденький такой. Вот. Сиденький такой. Крюшный. Мне кажется, у тебя еще желтого много. Разошло. 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 Вот так. Может быть листьев еще. Ну вот таких мазочных хочется. Веточек еще там сям по кустам. Да, да, да. Вот она эта самая. Да, да, да. Деревенская, да. Ну, грязь. Это будет хорошо. Деревенского бытия. Ну, мы уже близко, я думаю, к итогу. Поэтому это так. Ой, чувствуем. Будь аккуратной. Да. Вот сейчас уже страшно. Тебе только сейчас страшно? Да. Да. Ой, мать, я так рада за тебя. Тебя из дома не выгонят в пути. Вот меня выгоняще. Держи. Держи. Угу. 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 Ну, по-моему, шикарно. Вот эта часть забора не светловато. Теперь шикарно. Ну, мне нравится. Мне тоже нравится. Субтитры сделал DimaTorzok